В данном видео я расскажу про нововведение патча 6.2.3 для PvP и PvE, а также главным моментом этого видео будет получение нового маунта с Архимонде. Приятного просмотра! Приветствую вас, друзья мои! С вами на связи всё тот же Лунный Монах. 18 ноября вышел новый патч 6.2.3, который внёс в игру некоторые коррективы. Так давайте же вместе рассмотрим все нововведения. Итак, завершился второй сезон PvP и сейчас начнётся третий сезон. В нём вы сможете добыть новую экипировку. Предметы из комплектов воинственного претендента 715 уровня зелёные, воинственного бойца 730 уровня синие и воинственного гладиатора 740 уровня фиолетовые. Формитесь, PvP-шерни! Также всем любителям PvE патч принёс немного вкусностей, а именно введения новых подземелий во времени. Для тех, кто не в курсе, это всё те же старые, добрые подземки Лич Кинга, Бернинг Крусейда и Катаклизма. Но в них ваш уровень предметов значительно уменьшается, благодаря чему вы не можете раскидывать налево и направо паки прелестного трэша. Поэтому я предлагаю вам веселиться по максимуму. Наденьте на себя все доступные легендарки, поешьте самые вкусные еды, выпейте фласку, приготовьте припоты, зажмите руну и отправляйтесь в путешествие во времени. Получите гору жетонов и купите себе какого-нибудь маунта, либо игрушку, либо вещичку, в общем, что вашей душе угодно. В патче 6.2.3 вы сможете получить случайным образом редкое ездовое животное, попирателя времен из рода бесконечности, за прохождение любого подземелья в режиме путешествия во времени. Это очень большой стимул формить именно эти подземки. Подземелья, которые были добавлены, это Яма Сарона в состав дополнительного события, связанного с путешествиями во времени Лича в Зе Кинг, и Терраса Магистров, которая станет частью события, посвященного Бернинг Крусейд. А также вы сможете окунуться с головой в катаклизм и вновь сразиться на равных с монстрами в Гримбатоле, Каменных Недрах, Затерянном Городе Талвире, На Вершине Смерча, В Троне Приливов и Конце Времен, и унести с собой горы сокровищ. Более того, Близзы научились оглядываться назад и изымать свой предыдущий опыт, и тем самым они повторно ввели в игру очки доблести. С помощью АД можно вновь улучшить свою ПВЕ-экипировку. Каждое улучшение вам обойдется в 250 очков доблести. Добыть их можно в подземельях Дренора, либо в поиске рейда, возможно еще где-то, просто я не в курсе. Улучшить свой предмет можно не более двух раз. Ну и конечно же гвоздь нашей программы, это новый маунт, выбиваемый с Архимонда в героическом режиме сложности. Вкусность в том, что он доступен всем, кто убьет Архи, главное не забудьте полутать труп босса. После взятия квеста айтема, вас направят в лунную поляну. В лунную поляну, где с вами душевно побеседует Малфурион и вручит вам замечательного оленя. Он мне очень подходит. Как думаете, почему? Да потому что он лунный. Малфурион 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 А с вами был Лунный Монах, если видео вам понравилось, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Новое видео уже скоро. Спасибо. Малфурион Малфурион